Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова И мы стали обниматься, и мама опять стала что-то причитать, и говорит, дочка, что-то, отец меня так приобнял, и на ушко сказал, не подведи дочка. Все, он больше ничего мне не сказал. И я в 16 лет, мне было 16 лет, когда я поступала в театральный институт. Я села в поезд, и вот так поезд поехал, они остались, и у меня вот эта фраза, из Волгограда, и вот эта фраза, не подведи дочка, она у меня как-то вот там осталась. И, наверное, вы знаете, это было самым ценным, наверное, опутствием, которое могло быть. А родилась вот я в городе Волгограде, в совершенно простой семье, в частном доме, вот, и где мы с сестрой умели делать все. Нас воспитывали, ну, жизнь воспитывала. Мы кололи дрова, носили из водопровода воду, уголь кололи, печку копили и так далее. И, конечно, ни о каком, так сказать, театральном мире, киномире мы ничего не знали, и вообще не представляли, и понятия не имели. И так как я была очень активной девчонкой, я везде ходила, во все кружки, и вдруг я услышала, что есть какой-то такой театральный. Я думаю, надо попробовать и в театральный раз, и везде. И вот в этом, так сказать, театральном, я немножко подзадержалась, за мной пришел весь класс, но все ушли из этого театрального института, и мы остались с педагогом вдвоем. И вот, собственно говоря, начало моей такой приближения к творчеству. Первая роль была зайка-зазнайка, так как педагог была вот такого роста, а я уже тогда была такого, как сейчас. Конечно, она играла зайку-зазнайку, а я играла лису. Ну, это так, знаете, воспоминания. Но, тем не менее, я вдруг поняла, что мне вот очень хочется вот в тот мир, в такой неведанный, неизведанный. Родители совершенно были против, и понять их можно. Мама работала в магазине, папа на заводе. Я очень занималась спортом, и мне мама все время говорила, «Дочка, да ты иди лучше в спортсмена, не важно, что там дураки одни, а зачем же ты в артистки пойдешь? Там все распутные, и семьи у тебя не будет, и детей у тебя нет, да нет, не надо». И, короче, они бы меня, наверное, не отпустили. Но так как я была активная, я говорю, девушка такая сообразительная, я не знала. Тогда же, ну, трудно, здесь взрослые, правда, люди почти все, кто-то помоложе, кто-то постарше, но все-таки еще знают, когда в то время не было ни интернета, ни мобильных телефонов, ничего не было. И как? И у меня, я не знала, как поступать в театральный институт. Вот, и я нашла такую книжечку, где было написано адрес, Щукинская, то-то-то, там, хат, щепка. И я во все театральные институты разослала письма со своей фотографией. Ну, как бы мне казалось, что это, понимаете, меня там ждут, потому что я же еду, мне 16 лет, из Волгограда. Ну, и, в общем, и все. И мама с папой здесь сказали, нет, никуда не поедешь, будешь поступать куда-нибудь. И вдруг, я говорю, мы жили в частном доме, Волгоград, но это вот окраина города, где только, так сказать, частные дома. Ну, считайте деревню. А вдруг к нам, в деревню, приходит письмо из Москвы, из Щукинского училища. И там лежит такая бумажечка, где написано, что нужно для того, чтобы поступить в театральный институт, что там нужно прочитать стихотворения, этюды там, прозвы, ну и так далее, все. И это послужило для моих наивных родителей, равносильно тому, что меня вызывают. Меня вызывают в Москву, понимаете, надо ехать, да, отпускаем. Да, в Москве не было ни одного знакомого человека, ну вот даже отдаленно, чтобы. Мне 16 лет, вы знаете, вот сейчас у меня уже хорошо за 60, и я только понимаю, что вот как, какая должна быть степень доверия у родителей все равно, да, вот к этой молодой девочке, я была младшей сестрой, чтобы отпустить ее вот в этот город. А может быть по наивности, потому что родители мои тоже никогда не были в Москве. И они у кого-то услышали, что можно приехать на Казанский вокзал, тогда я бы из Волгограда приезжала мне на Павелятске, на Казанский, и там, говорят, стоят бабушки, которые, значит, держат такие объявления, сдаю комнату. Вот ты выйдешь, и, значит, бабушки, и там у бабушки, а дальше дочка уже давай, вот рули. Но вы понимаете, вот действительно, если представить, что вот приехала девочка, да, сейчас время такое, да, мы знаем, опасное, но тогда было время не менее опасное. Время, оно всегда одинаковое. Главное, как ты ощущаешь себя в этом времени. И действительно, я увидела бабушку, ну, я там не буду рассказывать, что я в поезде потеряла сознание, у меня вдруг температура 40, потому что был выпускной вечер, и мы простудились. Я с этой температурой 40, приюта бабушка у меня из таганки, кстати, вот. Что-то, и я пришла, когда там три дня оклемалась, к Щукинскому училищу, увидела просто вот там, ну, кто знает, там такая площадочка небольшая, с Калининского, ну, с Основого Арбата входишь. Все запружено людьми, просто людьми. И я вдруг, а как, как туда даже пробраться, до Щукинского училища, куда? И я такая, ну, конечно, неуклюжая, зажатая совершенно. Мне показалось, знаете, что все вокруг такие красивые. Такие все были красивые девчонки, мальчишки. Вот я вот просто, ну, боже мой, какие же они все, как же я-то приехала. Ну, в общем, как бы, ну, тем не менее, знаете, действительно, если говорить о проведении таком, с самого начала, я только потом и сейчас уже понимаю, что вел меня, конечно, ангел-хранитель. Потому что, хотя я родилась в семье, которая была невоцерковленная, и родители мои не ходили в храм, и не были, правда, и коммунистами, вот, ну, были просто порядочными людьми, которые, ну, вот, как-то сами жили по правде, по совести, я не знаю. И с самого начала, во-первых, то, что я тут, во-первых, пришло это письмо непонятно. Мне учительница вместо там четверки по литературе, ну, пятерку поставила по литературе, а нужно было по русскому и так далее. Там у меня прибавился балатистата. Я сразу, как бы, все. Приехала в Щукинское, стала писать, ну, все, мастерство сдала, сочинение. И, конечно, как вы все знаете, многие страдают запятые, запятые, запятые. Вдруг выбегает человек с третьего курса. Я говорю, кто Васильева, кто Васильева? Она девичья фамилия Васильева. Я говорю, я, ты что, с ума сошла? Как ты могла столько запятых наставить? Я устала их зачеркивать тебе. И мне поставили четверку. С какой стати вдруг? Вот, понимаете? Ну, и так продолжать можно до бесконечности. Вот сколько вот как-то, как-то все так складывалось. И слава тебе, действительно, слава Богу, что вот так как-то, наверное, этот ангел-хранитель, который действительно меня вел и очень оберегал. Потому что, конечно, если говорить о том, как я жила и выжила, ну, многие приезжие могут этим поделиться, но, понимаете, Щукинское училище – это учеба с полдесятого утра каждый день до полдесятого вечера с одним выходным днем. Нужно было... Ну, у нас было очень много москвичей периферийных, таких, как я. Нас было человек, ну, тоже шесть, а вообще курс был очень маленький. И, конечно, людям... Вот я сейчас... У меня сын, он приходил из института, он кормленный, он одетый, у него все есть. Ему только там позаниматься, как говорится. А тем, кто приехал, и надо было снять и квартиру, и себя обслужить, и еще надо было уму-разуму, и каждый день готовить какие-то... Это очень-очень все было тяжело. Вот. Но, тем не менее, опять же, это отдельная тема, если кому-то когда-то это можно рассказывать. Но вообще, конечно, я начала сниматься с первого курса института. Ну, были маленькие роли, потом сразу главная роль на Свердловской киностудии. Вот. И как-то так оно как-то пошло. Театр меня не взяли, прописки московской не было. Ну, вот. И я все время снималась, я не очень грустила по этому поводу, потому что все-таки кино, понимаете, это вот главные роли все время. И вот 79-78 год вдруг меня приглашают на пробы фильма «Уроки французского». Знаете, есть у каждого актера своя визитная карточка. Вот, наверное, «Уроки французского», согласитесь со мной, что это моя визитная карточка. Так случилось. Не потому что эта картина такая замечательная, я ее очень люблю, и то, что я там снималась. Картине в этом году 44 или 44 года. Вот, понимаете, как давно она снималась? 44 года картины в этом году. А, в общем, она по-прежнему актуальна, на мой взгляд. Все-таки там идет речь о человеческих отношениях, прежде всего. И душа открывается, когда мы видим мальчика, мы видим учительницу, мы видим маму, или мальчика там, из-за машины, к которой он бежит. Давайте посмотрим кусочек. Сыночек мой, я совсем расхворалась, и сердце мое болит за тебя. Дядю Ваню отправили в область, и что-то не едет долго, уж не сломался ли там совсем. А может, и застрял где. Сейчас так развезло, что ни пройти, ни проехать. Никак не с кем тебе ничего отправить. Посылаю 10 рублей, да сама знаю, как это мало, что на них купишь. Ну, хоть хлеб покупай, и то, слава Богу, и мне на душе поспокойнее. Мои парни и мы, мы habitаем в Радио. Илья Оси, Оси. Илья Оси, ин кюзин и ин шаль де бэн. Хорошо. В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей обязательно. Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке, да поигрываете? Где же сейчас играть? Теперь уж нет. А что это была за игра? В чем она заключается? Зачем вам? Интересно. Мы тоже в детстве играли. Вот и хочу узнать, та это игра или нет. Расскажи. Расскажи, не бойся. А что мне бояться? Чик, так называется. А какие условия игры? Деньги, по 10 копеек. Складывается в кон, решками наверх. Разыгрывается очередь. Кому за кем бить? Затем шайбой надо так бить, чтоб каждую монету перевернуть на орла. Нет. Мы играли в пристенок. Знаешь, что это такое? Нет. А вот. Смотри. Иди сюда, смотри. Я бью монету о стенку. Теперь бьешь ты. Но имей в виду, ты должен бить так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей, чтобы ее можно было замерить, достать пальцами одной руки. Игра по-другому называется замережки. Достал? Значит, выиграл. Бей. Далеко. Теперь ты начинаешь. Но учти, если моя монета заденет хоть краешком чуть-чуть твою, я выигрываю вдвойне. Понимаешь? А что тут непонятного? Сыграем. Как же я с вами буду играть? А что такое? А что такое? Достатка. Может быть, самое важное. Не принимать себя всерьез. Я в детстве была отчаянной девчонкой. Мне теперь еще хочется прыгать, бегать. Я бы с удовольствием прыгала. Но за стенкой живет Василий Андреевич. Очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в замережки. Мы не играем ни в какие замережки. Вы только мне показали. А мы можем попробовать. А так просто, как говорится, пророжки. Но ты все равно меня не выдавай Василию Андреевичу. Ну что, попробуем? Не понравится, бросим. Давайте. Ну что, начнешь? Попробуем. Видишь, как далеко. Давай-ка. Еще раз. Опять. Начинай. Привет. Давай-ка. Ну-ка, ну-ка. Молодец. Нету. Бейте. Нету. Вот. Молодец, молодец. Давай. Получается. Выиграл. Молодец. Нет. Ну так не интересно. Что мы с тобой, как трехлетние малыши? Игры по-настоящему. Ну это тогда будет игра на деньги? А мы что с тобой в руках держим? Игру на деньги ничем заменить нельзя. Этим она хороша и плоха одновременно. Можем договориться совсем о маленькой ставке. И все равно появится интерес. Или боишься? Вот еще. Ничего я не боюсь. Ну-ка, давай померяем. Ну, видишь, моя рука длиннее, чем твоя. Поэтому я буду измерять большим пальцем и указательным. А ты большим и средним. Идет? Давайте. Рассчитываться будем в конце. А сейчас я буду объявлять счет. Поди с копеек. Бейте. Нет. Не достал. О, задела, задела. Видал? Мое. Выиграла. Я плюс 20. Так. Мое. Я плюс 30. Так. Нет, не достал. Далеко. Так, начинай. Ага, мое. Я плюс 40. Ого, ничего себе. Я сейчас. А, ну пей. Нет, я так не играю. То есть? Чего это у вас пальцы стали такие? Какие? Горбатые. Зачем вы мне подыгрываете? Так не честно. Ну я действительно не могу ее достать. Пальцы какие-то дивенные. Можете. Можете. Хорошо. Я буду стараться. Нет. Тяните, тяните, вытягивайте их. Куда тянуть? Мне больно уже. Видишь? Так. Ладно, счет. Я плюс 40. Правильно. Счет. Я плюс 30. Ага. Далеко улетела улетела улетела. Вы сейчас бьете. Я, я. Так. Ну-ка. Давай, 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 давай. Нет, нет, нет. Ты достаешь. Начинай. Что вы делаете? Я? Что вы делаете? А что я делаю? Зачем вы ее подвинули? Когда? Только что, я сам видел. Да нет же, она тут лежала. Я сижу в 20 сантиметрах, и я не вижу. Вот это да. Вот это да. Лидия Михайловна называется. Французский язык преподает, называется. Ну-ну. Да ладно, проехала уже, все. Как проехала? Как это проехала? Я своими глазами видел. Вот это да. Честно надо играть. Понятно? Ладно. Честно. Не жулить. Все. Вот это да. Кто начинает? А какая разница? Нет, опять? Вы начинаете. Правильно. Я начинаю. Моя. Правильно. Счет. Я плюс 20. Правильно. Нет, толк шоу, я бью. Сейчас. Бери я. Моя. 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 Должна сказать, что картину выпускать не хотели. Ее вообще положили сразу на полку. И понятно, почему это 79-й год, и сказали, что поведение учителя, это совершенно не вписывается ни в какие рамки, ни в какие педагогические, так сказать, правила. И все, сказали, картины не будет. Кстати, у Евгения Ивановича практически все картины клали на полку, но потом каким-то опять чудесным образом, благодаря какому-то проведению, все-таки они выходили на экран. И вот уроки французского опять положили на полку и пригласил Евгения Ивановича. После адъютанта у него осталось очень много знакомых генералов, понимаете, которые могли влиять на, так сказать, нашу идеологию. И они пришли, посмотрели, и картина вышла. И буквально через две недели мы уже были в Доме кино. И еще через две недели картина вышла на... она не вышла на экран, это телевизионная картина. Ее увидели по телевизору. Конечно, картина произвела, в общем, такое, в общем-то, потрясение для многих. Хотя, в общем-то, тоже ее не очень хотели показывать. Ее часто не показывали, эту картину. Они, ну, так как-то показали. И, в общем, вот. Но хотелось бы сказать, конечно, несколько слов о мальчике. Я думаю, у вас наверняка есть и вопросы, кто не знает. Замечательный мальчик, который был утвержден... он был воспитанником детского дома. И когда искали ребят, Евгений Иванович задавал один единственный вопрос. Скажи, пожалуйста, а у тебя было горе? Ну, и ребята, конечно, они... все говорили, мне бабушка шоколадку не купила, кому-то велосипед там не дали. Ну, и так далее. И пришел Миша. И он спросил, у тебя было горе? Ну, какое-то такое. И Миша так посмотрел на него в глаза и сказал, было. И все. Евгений Иванович вообще не задал ему ни одного вопроса. И он утвердил его. А надо сказать, что ведь... вот, видите, я сразу не сказала, что картина была снята по рассказу, одноименному рассказу Валентина Григорьевича Распутина. И это автобиографический, в общем, рассказ. Он писал о себе. И благодаря вот этой учительнице, в общем, у нас вот есть... он, ну, был, сейчас его уже нет в царстве Валентина Григорьевича Распутина. Великий фильм. А? Великий. Да. Это да. Потому что, если кто не видел его, с его участием в фильме «Река жизни», может быть, кто-то видел, который они сняли вместе с операторами Шаммиром Рашниченко, это удивительный фильм, пронзительный, в общем, о нашей Родине, о нашей России, о Сибири, вот, где Распутин говорит с такой болью, с таким пронзительной такой нотой, что, собственно говоря, если мы не опомнимся, то нас не будет. Мы все потеряли уже. Но еще есть время какое-то. Поэтому Валентин Григорьевич, он... Да, и очень интересный был эпизод, когда читал Ташков сценарий, который он написал по этому рассказу. А рассказик-то там маленький, кто помнит, да, это все-таки полуторачасовой фильм. И когда группа все это, так сказать, прослушала, он говорит, ну, а теперь вы сказываетесь. В общем, у кого какие-то мнения... Валентин Григорьевич говорит, а можно я скажу, ну, раз это... А что здесь говорит, собственно говоря? Ну, здесь все мое. Чего обсуждать? Ташков так немножко смутился, потому что, ну, как, я, говорит, написал там и сцены какие-то добавил. Ну, полтора часа все-таки это целый сценарий. И потом, он говорит, ты знаешь, прошло какое-то, буквально там, ну, полдня, день, и вдруг я понял, какую похвалу и какой, ну, или комплимент получил я, как автор сценария. Потому что мы знаем, что авторы, как правило, не принимают. Но это действительно как можно. Ведь мы читаем, и у нас у каждого, у каждого разное мнение о том, что мы читаем. И как попасть, да еще, чтобы и автору понравилось, как. И вот Ташкову удалось это вот воспроизвести, вот эту ноту поймать правды. Несколько... Да, ну, вот я Миша закончу, что Миша, он никогда не хотел быть актером, он и не стал актером. Он вначале закончил железнодорожный техникум и работал машинистом. Москва, Петербург, вот эти красные стрела. Ну, а потом каким-то образом, видимо, после армии он попал в органы, ну, в милицию, потом его сабисты. И вот он закончил, в общем-то, свою службу уже военную, нужно сказать. В общем, он теперь майор, уважаемый человек, у него дети, внуки. Вот, и он все время говорил, что я не хочу быть актером, я хочу себе большой дом. Так что вот Миша, он, конечно, был удивительным мальчишкой. Он был очень добрый, какой-то все время, знаете, такой собранный, сосредоточенный. Он не занимался какими-то такими шалостями, как вот там, чтобы его останавливали. Ну, быстро повзрослевший, я так понимаю. Потому что детский дом, он все-таки ко многому обязывает, и жизнь там не сладкая, мы знаем. Поэтому, ну, вот. И вот, хотелось бы сказать, конечно, несколько слов о Евгении Ивановиче Ташкове. Да, после фильма он стал моим мужем, я стала Ташковой. И, конечно, я рада и счастлива, что это случилось, что я прожила с ним 32 года в законном и вечернем браке. И, конечно, то счастье, которое подарил мне Господь в виде этого человека, вот на это все-таки очень мало, с одной стороны. А с другой стороны, 32 года это немало. И вы знаете, я им была от всего защищена. И вот многие рассказывают, что что-то там было за окном, то-то, а это было там, в театре были интриги, где-то были какие-то, понимаете, а я как будто мимо прошла. Такое ощущение, что этого и не было, потому что вся моя сосредоточенная жизнь была в семье. Вот там, внутри, у нас был какой-то мир, у нас были свои увлечения. Евгений Иванович был очень интересным человеком, ведь он к православию пришел через йогу. Вот так странно, да, с одной стороны. Он был не очень здоровый человек, посоветовали ему йогу, и он увлекся ей. И так, и у нас было такое количество литературы по йоге, вы знаете, у меня даже несколько тысяч книг. А Леонид Петрович Дербенев, вы знаете, поэт Бесени, который, кстати, был у нас посаженным отцом на венчании, вот. Он тоже был так подвержен вот этим всем течением тогда. Тогда йоги-то никто не слышал. Это были 70-е, начало 80-е годов. И когда он сказал, ты знаешь, я так вот много, досконально, он очень доскональный человек, Евгений Иванович, я досконально погрузился в это течение, или как назвать, ну, в это учение, течение, я не знаю, как сказать, в йогу. И он вдруг сказал, ты знаешь, и я наткнулся, чем дальше я шел и продвигался, я наткнулся на стену. Когда дальше, вот, зная все, пути нет, а в православии есть. Это бесконечно. Можно идти, и бесконечно, и мне очень понравилось здесь, я недавно, ну, читаю Таисия Светогорца, как он замечательно сказал одному американцу. Американец приехал, астронавт, который там вроде на Луну не летал, и так далее. Таисия у него спросила, а сколько же это денег, так долго, вы там были, да, да, вот, и там миллиард, или сколько-то долларов. А Бога-то вы видели? Да нет, и Бога не видели, но мы вот, да, все-таки там, понимаете, высадились. Да, да, да. А мы на одной сухой корочке, я сразу к Богу. Мне так понравилось это, вот, его какое-то сравнение, понимаете. Так, как Евгений Иванович шел таким путем, через йогу, через заболевания, через диеты. Евгений Иванович, человек удивительный, конечно. Во-первых, он родился тоже в Волгоградской области, так же, как и я в Волгограде. И тоже, ну, понятно, в деревне Беково-Хатара. И у нас было очень много общего, несмотря на большую разницу в возрасте, у нас было очень много общего. Потому что, ну, знаете, регион откладывает, в общем, да. Он был ребенком, дитя врага народа, потому что отца посадили в 37-м, или в каком-то, может быть, в 37-м, наверное. Ну, я просто еще в 38-м был там. Вот. И он остался с матерью. Во время войны, таком, с 27-го года, его не призвали воевать. И он остался в тылу. Но то, как он рассказывал, они жили, это ад. Вот, потому что, он говорит, голод был, очень большой голод, потому что все отдавали фронту, понятно, Сталинград. И он говорит, мы только считали гробы вот так вот каждый день, сколько людей за ночь умерло. Ну, и вот это пятно на нем было, конечно. Но, и он был очень такой неуклюжий, как он говорит, совсем вот очень зажатый человек, но который, ну, к творчеству тоже не собирался никаким образом. И вдруг к ним эвакуированных привезли. И была такая француженка Мальвини, которая у них преподавала французский язык. И вдруг захотела с ребятами сделать драматический кружок. Она тоже репрессированная. Она репрессированная, да. Вот. И взяли медведя, Чехова. И вдруг она выделила Ташкова на медведя. Ну, представляете, роль какая. Он говорит, я вообще не знал, что делать, но с другой стороны. Сказали, значит, надо играть. Ну, как бы так. И он так себя проявил, что она была в таком восторге и написала. Вот тоже, как наставление, понимаете, она подарила ему такой блокнотик. Он у нас есть, сохранился. Женя, твой путь искусства. Следуй за ним и не изменяй этому. И он говорит, ну, да, и она написала это так, но все, куда я пойду, в какой театральный, куда я пойду. И он поступил, конечно, в железнодорожный институт в Ростове. Но через год он понял, что скрежет металла, как он говорил, это совсем не для меня. И он уже отправился в Афгик, и там уже получил образование. Да, ведь он актер по профессии. И вот, кстати, недавно я что-то пересматривала программу, и он, я тоже об этом знала. Здесь Андрей Ташков, его сын напомнил, его спросили, а почему вот твой отец, вот он же был актером, почему он его по режиссуру-то, с какой стати-то он, вот что он пошел. И действительно, Евгения Ивановича приглашали как актера сниматься. Но однажды он приехал в Петербург, тогда еще в Ленинград. И какие-то режиссеры, которые, ну, не хотели, знаете же, это же выбор, кого хотят, кого хотят. В общем, стали так им осветить глаза, просто выжигать глаза. И он не мог что-то делать, а они говорят, ну, это проф не пригоден. Понимаете, ну, вот человеку сказать, что он проф не пригоден, а мы знаем, какой это режиссер теперь, и актер, мы сейчас посмотрим это все. И вот, собственно говоря, я, наверное, это послужило, потому что я перешел в режиссуру, чтобы не быть завидом. Потому что актерская профессия, вы знаете, очень зависимая профессия. Вот Евгений Иванович был удивительным актером, на самом деле. Удивительный, кто-то видел фильм «Мальчики», кто-то видел, кто-то не видел. Да, ну, давайте мы посмотрим. Здравствуйте. Монах! На монастырь просите. Узнал, к кому прийти. Нет. Бавара Николаевна, это не тос. Не угадали. Позвольте спросить, в свою очередь, что побудило вас посетить эти недрос? Я, собственно, как. Ага, так. А, ну что ж, Клюш, пришли, вот и стул. Извольте взять место. Это так вы древних комедий говорили. Извольте взять место. Николай Ильич Негирев. Русская пехота и бывший штабс-капитан. Позвольте отрекомендоваться вполне. Моя семья. Мои обе дочери. Умру я. Кто-то их возлюбит. А пока живу я. Кто-то меня, Скверникова, кроме них, возлюбит. Великое это дело сотворил Господь для каждого человека в моем роде. Ибо надобно, чтобы и человек в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить. Ах, это совершеннейшая правда. Да помните, наконец, паясничать. Какой-нибудь дурак придет, а вы сраменьки. Повремените немного, Варвара Николаевна. Позвольте выдержать направление. Это у нас такой характер. И ничего во всей природе благословить он не хотел. Надо бы в женском роде благословить. Она не хотела. Позвольте вас представить и моей супруги. Арина Петровна, дама без ног. Ну и хоть да немножко. Из простых. Разгладьте ваши черты, маменька. Это Алексей Федорович Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович. Вы даме представляетесь. Надо бы на встать. Это не тот Карамазов, маменька, который... И так далее. Это другой брат его. Блистающий, смиренными добродетелями. Арина Петровна, позвольте, маменька, Позвольте предварительно вашу ручку поцеловать. Здравствуйте. Садитесь, господин Черномазов. Карамазов, маменька, Карамазов. Ну, Карамазов или как там. А я всегда Черномазов. Мы из простых. Из простых. Шут! Папа, ну папа. А вот эта сидящая девица, это дочь моя, Нина Николаевна. Забыл я вам его представить. Ангел Божий воплоти к смертным слетевшей, если только можете это понять. Да это он на меня жаловаться пришел. Я ему давеча пальчик укусил. Какой такой пальчик укусил? Это вам он пальчик укусил? Сейчас высеку. В семь момент высеку. Да я вовсе не жаловаться пришел. Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Он на лихорадке теперь, кажется. А-а-а. А вы думали, я высеку? Что я Илюшечку возьму сейчас перед вами и для вашего полного удовлетворения и высеку. Жалею, сударь, о вашем пальчике. Ну, не хотите ли, прежде чем Илюшечку сечь, я свои четыре пальца вот сейчас же на ваших глазах для вашего справедливого удовлетворения вот этим самым ножом оттяпаю. Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно для утоления мщения. Пятого не потребуете? Папа, папа, да бросьте его. Папа, бросьте. Илюшечка, Илюшечка, милая. Батюшечка, голубчики, не вопрекайте. Маменька, родная твоя. Николай Ильич, батюшка, я тебе не угодила, ведь у меня только и есть, что Илюшечка из класса придет и любит. Да что я тебя любит? Простите меня, голубчики, простите, милая. Простите, мать, дорогую. Не вопрекайте меня, совсем оде могу. Вот фильм «Мальчики» просто хотела показать Евгения Ивановича как актера, который, собственно, был профнепригоден, как ему когда-то сказали. Ну, вот так случилось. Конечно, Евгения Ивановича судьба, она такая непростая. Его во время перестройки, вот в 60 лет, его сократили с киностудии Мосфильм, сказав, что в таких режиссерах, как он, ну, в принципе, киностудия не нуждается. И, конечно, здесь его спасла, как он сам говорил, только православная вера. И если бы не это, то не знаю, что бы могло с ним быть. Потому что, ну, во-первых, ребенок был маленький, трехлетний тогда еще. и вообще жить как, как жить вообще вот в этой ситуации. Ведь мы посмотрим и тех актеров чуть раньше. Ведь все известные, так сказать, прозвучавшие актеры, они все имеют стержень личностного начала. Прежде всего, морально-нравственный. Как бы мы этого не хотели. Это уже теперь как-то, знаете, вроде уже в некоторых аудиториях это неприлично произносить. Потому что, как бы уже даже с мешочки где-то как-то... Но я уверена, что это основополагающее вообще начало, внутреннее, и любовь. Любовь. Любовь к человеку. Ведь Евгений Иванович никогда не заигрывал со зрителями. И он считал, ну, я так считаю, естественно, уже я тоже его, будем сказать, ученица, не в школе, а по жизни, что не со зрителями надо заигрывать, к ним идти, что вам надо. А зритель должен тянуться за той высотой, которую ты можешь ему преподнести. С экрана, со сцены, из литературы и так далее. Вы знаете, конечно, я... Мне опять же повезло, я снимался очень многими известными актерами, режиссерами, у режиссеров снимался. Ну, мои партнеры, с которыми... которых уже нет. И действительно, вы знаете, удивительно, это и Нона Мордюкова, и ее сын... ... Слава, не слава, а Володя, Володя, да? Вадим Спиридонов, Наташа Рундарева, Олег Борисов, и Клара Лучкова. И просто можно перечислять долго-долго. Их нет давно, они со мною. Улыбка, голос, взгляд, походка. Мы тайные связаны одною, и друг для друга мы находка. Любовь и дружба в час разлуки мне слух и зренье обострили. Неслыша мои, слышу звуки, сквозь временные вижу мили. А это значит... Это значит все в этом мире справедливо, и план Творца, переначить нельзя злой, более прихотливой. Что знаем мы о высших целях? А не вышлем и шлем вопросы в своих грехах, в своих потерях, в ответ любви нетленной строки. И бесконечные нет разлуки, и связь сердечная не рвется, и голоса любимых, звуки, и свет души все остается. Их нет давно, они со мной. Вот это стихотворение написала удивительная поэтесса Луиза Савинская, которая когда-то возглавляла московский клуб, москвички, который занимался просветительской деятельностью. И мы ездили по всей стране абсолютно бескорыстно, и читали стихи, кто-то пел, кто-то, кто что мог, это были такие литературные выезды, это ее стихи. Это удивительно, кто знает, как можно написать сценарий. За полтора месяца подросток, шесть серий, он начинал, тогда еще, ну не было компьютеров, понятно, были печатные машинки, а он писал только от руки. и у нас был кабинет небольшой такой, там 9 или 12 метров. Я в углу так начинал на полу писать, почти на карачках. И вот так все шло, 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 и до самого выхода. И вот так вот он каждый день писал подростка. И, конечно, когда вышла картина подросток, даже Достоевская Веда признали, что это одна из лучших экранизаций на тот момент. И даже было дополнительных два издания подростка после этой картины. Давайте посмотрим какой-нибудь кусочек Света, покажет вот этот. Ответьте мне на один вопрос. На какой вопрос? Ведь мы никогда не увидимся. И что вам? Скажите мне правду раз навек на вопрос, который никогда не задают умные люди. Любили вы меня хоть когда-нибудь? Или я ошибся? Любила. А теперь? Теперь не люблю. Не смеетесь? Нет. Я потому сейчас усмехнулась. нечаянно. Потому что я так и знала, что вы спросите. А теперь? Потому улыбнулась. Потому что когда угадываешь, всегда усмехнешься. Я знаю, что вы меня не любите. И совсем не любите. Может быть, совсем не люблю. Я вас не люблю. Да, я любила вас. Но недолго. Я очень скоро вас тогда разлюбила. Я знаю, знаю. Вы увидели, что тут не то, что вам надо. Но что же вам надо? Объясните мне это еще раз. А разве я вам это когда-нибудь объясняла? Что мне надо? Да я самая обыкновенная женщина. Я спокойная женщина. И я люблю, люблю веселых людей. Веселых? Видите, как я даже не умею говорить с вами. Мне кажется, если бы вы меня могли меньше любить, то я бы вас тогда полюбила. Бьоринг человек веселый? Он не должен вас беспокоить совсем. Я за него выхожу, потому что за ним мне будет всего спокойнее. Вся душа моя останется при мне. Вы, говорят, опять полюбили общество, свет. Не общество. В нашем обществе такой же беспорядок, как и везде, но формы снаружи еще красивые. Так что если жить, чтобы только проходить мимо, то уж лучше тут, чем где-нибудь. Вы тогда тоже испугались моего беспорядка, делик, идей, глупостей? Нет, это было не совсем то. Что же? Ради Бога, говорите все прямо. Да я вам скажу это прямо, потому что я считаю вас величайший ум. Мне всегда казалось вас что-то смешное. Простите. Вот за то, что вы мне это сказали, я вам много могу простить. Я не договорила. Это я смешна уж только тем, что с вами говорю, как дура. Нет, вы не смешны. А вы только развратная, светская женщина. Я давеча тоже не договорил, когда вас спрашивал, зачем вы пришли. Хотите, договорю? Тут существует одно письмо, один документ, и вы его ужасно боитесь. Потому что отец ваш с этим письмом в руках может вас проклясть при жизни и законно лишить наследства в завещании. Вы боитесь этого письма, и вы пришли за этим письмом. письмом. Я знаю, что вы можете мне сделать множество неприятностей, но я пришла не столько за тем, чтобы уговорить вас меня не преследовать, сколько вас самого увидеть. Я даже очень давно желала вас встретить сама, но я вас встретила такого же, как и прежде. А вы надеялись увидеть другого? Это после письма моего о вашем разврате. Скажите, вы шли сюда без всякого страха? Я пришла потому, что вас прежде любила. Но знаете, прошу вас, не угрожайте мне, пожалуйста, ничем, пока мы теперь вместе. Не напоминайте мне дурных моих мыслей и чувств. Если бы вы со мной могли заговорить о чем-нибудь другом, я была бы очень рада. Пусть угрозы потом, а теперь бы другое. Я право пришла, чтобы вас минуту видеть и слышать. Ну, а если не можете, то убейте меня прямо, только не угрожайте и не терзайтесь передо мною сами. Вы уйдете отсюда без малейшего оскорбления. Ах, да, ваше честное слово. Нет, потому что я хочу и буду думать о вас всю ночь. Мучить себя? Я воображаю вас, когда я один всегда. Я только и делаю, что разговариваю с вами. Но вы всегда смеетесь надо мной. Как теперь. Никогда. Никогда не смеялась я над вами. И если я пришла, то я из всех сил старалась это сделать так, чтобы вам ни за что не было обидно. Я пришла сюда, чтобы сказать вам, что я почти люблю вас. Простите, я, может, не так сказала. Зачем вы не умеете притворяться? Зачем вы такая простушка? Зачем вы не такая, как все? Ну, как сказать человеку, которого прогоняешь, почти люблю вас? Я только не умела выразиться. Это потому, что при вас я всегда стыдилась и не умела говорить с первой нашей встречи. Я так сказала, потому, что люблю вас такой общей любовью, которую всех любишь, в которой всегда не стыдно признаться. Я вас, конечно, обижаю. Это в самом деле должно быть то, что называют страстью. Я одно знаю, при вас я кончен, без вас тоже. Знаю тоже, что я могу вас очень ненавидеть, больше, чем любить. Впрочем, я давно уже ни об чем не думаю. Мне все равно. Мне жаль только, что я полюбил такую, как вы. Что вам? Вам дико, что я так говорю? Я думаю, что если бы это только могло вас прельстить, то я бы простоял где-нибудь 30 лет столбником на одной ноге. Я вижу, вам меня жаль. ваше лицо говорит, я бы полюбила тебя, если бы могла, но я не могу. Да? Ничего, у меня нет гордости. Я готов как нищий принять от вас всякую милостыню. Слышите? всякую. У нищего какая ж гордость. Друг мой, я буду помнить о вас всю мою жизнь, как о драгоценнейшем человеке, величайшем сердце, как о чем-то священном из всего того, что можно уважать и любить. Андрей Петрович, поймите мои слова, ведь зачем-нибудь я пришла же теперь, милый прежде и теперь милый человек. Я никогда не забуду, как вы потрясли мой ум при первых наших встречах. Расстанемся же, как друзья. Вы останетесь самую серьезнейшую и самую милую моею мыслью на всю мою жизнь. Расстанемте-с, тогда буду любить вас. Буду любить, только расстанемте-с. подать мне еще милостынь. Не любите меня, не живите со мной. Будем никогда не видаться. Я буду ваш раб, если позволите. И тотчас исчезну, если вы не захотите не видеть, не слышать меня. Только не выходите ни за кого замуж. я вас истреблю. Подай я вам милостыню и вы отмстите мне за нее еще пуще, чем теперь грозите. Потому что никогда не забудете, как стояли передо мною таким нищим. Я не могу слышать от вас угроз. От вас угроз? то есть от такого нищего? Я пошутил. Я вам ничего не сделаю. Не бойтесь, уходите. И тот документ из всех сил постараюсь прислать. Только идите, идите. Я вам написал глупое письмо, а вы на глупое письмо отозвались и пришли. Мы сквитались. вам сюда. Простите меня, если можете. Ну что, если мы встретимся когда-нибудь со всем друзьями и будем вспоминать об этой сцене с светлым смехом? О, дай бог. Вступайте. Много в нас ума-то в обоих. Я вам написал сумасшедшее письмо, а вы согласились прийти, чтобы сказать, что почти меня любите. Мы одного безумия люди. Будьте всегда такая безумная, не меняйтесь, и мы встретимся друзьями, это я вам пророчу, клянусь вам. И вот тогда я вас полюблю непременно, потому что теперь это чувство. Он просто проникся этим писателем совершенно бездонным, многослойным, удивительным, и даже когда сам Евгений Иванович смотрел потом картины, ну, картины подросток, там ее тоже, кстати, очень редко показывали, ну, сейчас вроде бы стали показывать, и он каждый раз говорит, слушай, как интересно, я же сам снимал эту картину, а сейчас я вижу совсем другое, то есть вот эти слои, которые абсолютно бездонны, которые можно смотреть каждый раз и находить что-то новое, 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 и Евгений Иванович в то время был очень моден Лотман, который, собственно, немножко так помазывал Достоевского, ну, и так далее, то есть, да, Евгений Иванович это очень почему-то задело личность, он как будто вот прям близко к сердцу это принял и считал, что, и были другие авторы, например, Юрий Селезнев, есть такая книга в Жизе, где он описывает жизнь Достоевского немножко по-другому, и он сказал, ты знаешь, вот прямо хочу снять фильм о Достоевском, о Достоевском, потому что то, сколько на нем, на него навешивают собак, это неправильно, это, этого не может быть, потому что если брать только его, будем говорить, эпилепсию, если брать только это, то да, но если мы любим человека, человека, не просто человек, это Достоевский выдающаяся личность, это писатель на все времена, это наш русский писатель, который только, только он мог проникнуть в нашу душу, а наша душа, она, ну что говорить, действительно, не каждый может этой проникнуть, тем более описать, понимаете, и чтобы еще с таким вот, с такой правдой, и опять же, и сам Достоевский писал только с любовью к человеку, с любовью на все времена, и Ташков сказал, знаешь, давай я напишу, я напишу сценарий, и он написал сценарий, этот сценарий у нас пролежал 20 лет дома, мы предлагали его где угодно, понимаете, всем, во все инстанции, Евгений Иванович ходил, у него очень любимая была поговорка, он приходил, и говорит, Женечка, ну что, ты там сходил, он говорит, ну что, да, получил по морде и пришел, вот любимая его, отказали, вот, и он так, вот собственно говоря, и до того, как он снял фильм о Достоевске, вот он снялся в фильме «Мальчики», опять же, прекрасные режиссеры Юрия Иронита Григорьевы, которые вдруг решили снять одну главу из «Братьев Карамазовых», вот, и тоже вы видели прекрасные работы, вы сейчас еще один кусочек посмотрим, и прекрасный, вот, играет Алеша Карамазова, актер, с трагической судьбой, может кто-то слышал или нет, сразу после фильма он был в Петербурге, его убили, непонятно, кто так они не нашли, за что и как, ничего не взяли, ну какие-то хулиганы, ну непонятно, человека нашли в реке, и вот он только вся в одной картине, хотя он был не актер, он был журналист, вот, Алеша Карамазова, который был, Дмитрий Черниговский. Да что с вами, Карамазов? Смуров. Вы ужасно побледнели. Голубчик, ради Бога, одно только слово, Илюша тогда тоже там с вами был, перед трактиром. Я теперь все понял. Он мстил мне, как брату вашего обидчика. Это я теперь понимаю. Но брат мой, Дмитрий Федорович, раскаивается в своем поступке. Если бы ему только возможно прийти к вам, или лучше всего встретиться с вами в том самом месте, то он при всех попросил бы у вас прощения. Если вы только пожелаете. Все, дескать, закончил и удовлетворил. Так, ну? Нет. Нет, нет, напротив. Он сделает все, что вам будет угодно. И как вам будет угодно. Так что, если бы я попросил его светлость встать передо мной на коленке, в этом самом трактире, или даже на площади, так он и стал бы? Да. Он встанет на коленке. Пронзили. Прослезили меня и пронзили. Слишком наклонен чувствовать. Ой, да полный. Наконец вам ваши дурацкие выверты показывать, которые ни к чему никогда не ведут. Совершенно справедливо извольте на этот раз выходить из себя, Варвара Николаевна. И я вас стремительно подавлетарю, шапочку свою наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму, да и пойдемте. Слово вам нужно сказать одно серьезное, только вне этих стен. Пойдемте же, Алексей Федорович, покончить надо. Варвара Николаевна. Теперь я скоро приду. Томой иди. Так вот, тянет меня тогда ваш братец за бороденку, вытянул из трактира на площадь. А тут как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как он увидел меня в таком виде, бросился ко мне, обнимает меня, хочет меня вырвать. Кричит моему обидчику, пустите, пустите, это папа мой, простите его. Так иди кричит, простите его. Руками ты его обхватил, да руку-то его, эту самую руку его и целует. Клянусь вам, клянусь, брат мой самым полным, самым искренним образом выразит вам свое раскаяние, хотя бы даже на площади, посреди народа. Я заставлю его, иначе он мне не брат. А, так это еще в прожекте находится. Это не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит, пылкого. Он будет просить вас прощения, он вам в ноги поклонится. А позвольте узнать, больно он вам пальчик-то давече укусил, а? Да, очень больно. Но если бы вы видели, как он со школьниками камнями перекидывался, камень летит и может голову проломить. А, да уж и попало. Не в голову, а в грудь, повыше сердца. Я бы вам посоветовал некоторых дней вовсе в школу не посылать. Покуда он сам не уймется и гнев этот в нем не пройдет. Гнев. Именно гнев. В маленьком существе великий гнев. Обыкновенный мальчик, слабый сын, тот бы смирился, отца своего застыдился. А этот один против всех восстал за отца, за отца и за истину. Ибо что он тогда вынес, когда вашему братцу руку целовал? Так это только один Бог знает. Да я. И так вот наши детки, детки презренных, но благородных нищих, правду на земле еще десяти лет от роду узнают. Богатым где? Те и за всю жизнь такой глубины не исследуют. А мой, Илюшечка, в ту самую минуту, как братцу вашему руку целовал на площади, в ту самую минуту истину эту до конца опознал. Вошла она в него эта истина и пришибла его на веки. А я, сударь, тогда выпил. И много. Не помню, грешный человек, с горя. Маменька тогда плакать начала. Вы, сударь, не презирайте меня. Но сейчас не про то. Совсем не про то. Невеста брата моего поручила мне снести вам это. Вспоможение от нее. Не от брата, не от меня. От нее одной умоляла принять. Это как сестра идет к брату на помощь. И клянусь вам, вы должны принять это. Иначе, иначе все должны быть врагами друг другу. Это мне-то? Это столько денег? Двести рублей? Батюшки мои, а это что же это? Я четыре года не видал таких денег. И говорите, что сестра это вправду? Вправду? Клянусь, что все, что я говорю, это правда. Послушайте, голубчик мой, послушайте. Ведь если я приму, то ведь не буду же я под лицом в глазах ваших, Алексей Федорович. Вот вы говорите, что сестра посылает. Но ведь внутри-то, у себя-то, про себя-то не восчувствуйте ко мне презрение, если я приму, а? Да нет же, нет. Спасения моим клянусь, что нет. Никто не узнает, Алексей Федорович, выслушайте, это уж минута такая пришла, что надо выслушать. Ибо вы даже и понять не можете, что для них терять эти 10 рублей. Ведь за эти 200 рублей, вы понимаете, Алексей Федорович, я лечение милых существ могу предпринять. Курсистку в Петербург направить, говядину куплю, диету новую из уйду, господи! Да ведь это же мечта! Стойте, стойте, Алексей Федорович, стойте! У меня в соседней губернии есть адвокат один знакомый. С детства приятель. Так он, мне передавали через верного человека. У себя на конторе, мне, если я приеду, место даст. А кто знает, может и даст. Даст, даст, непременно даст. И знаете, у меня тоже деньги есть. Вы возьмите, сколько вам нужно, потом отдадите, вы разбогатеете. Только вот насчет переезда в другую губернию, это хорошо, но до холодов, до зимы. И напишите нам оттуда, и останемся мы братьями. Да что с вами? Алексей Федорович, я, вы, я, вы, а не хотите ли я вам один фокус сейчас покажу? Какой фокус? Фокусик. Фокус-фокус такой. Что с вами? А вот какой, глядите? Видели? Видели? Вот ваши деньги, вот ваши деньги, вот ваши деньги, вот ваши деньги. Передайте пославшим вас что мочалка чести своей не продает. И что бы это я, мальчику-то моему сказал, если бы деньги та-то спринял. Пап, а какой это нехороший наш город? Да, Илюша, не очень-таки хороший наш город. Пап, да вы перейдем в другой город, в хороший. Тебе про нас ничего не знают. Переедем, Илюша, переедем. Вот только денег скоплю, купим лошадку, тележку, маменьку, сестрицу садим, закроем их, а сами рядом пойдем. нет, ну тебя изредка подсаживать буду. А сам подле пойду, потому как лошадку беречь надо. Не всем же садиться. как у тебя унисит. 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 Конечно, Евгений Иванович сыграл штаб капитана Снегирева. В общем, даже когда люди читают эту главу, не все сразу понимают, что это за человек. Сразу первый слой бросается, что это такой желчный, злобливый, никого не любящий, гражданин такой. А Евгений Иванович вот прочитал, ему, кстати, должен был эту роль играть Олег Борисов. Но по каким-то причинам он не смог. И к нам приехали Ронита и Юрий Григорьев и предложили Евгению Ивановичу эту роль. И он согласился. И я считаю, что мы вот имеем теперь совершенно потрясающий фильм с участием не только Евгения Ивановича, Дима Чернилевского и мальчиков, которые здесь снимались. Ну так вот, вы знаете, я могу долго говорить, а вы уже, наверное, устали. Давайте, может быть, к вопросам, у вас есть вопросы, как вас отбирали на уроке французского учительницы. Там же ведь был большой тоже конкурс. И, в общем, как-то я попробовалась не очень. Но Евгений Иванович вот усмотрел во мне, вот у него был такой талант видеть, понимаете, видеть точное попадание в роль. Это очень важный момент для режиссера, потому что оно правильно. Вот знаете, как сейчас, могу сказать, и вы это тоже можете в этом убедиться, вот здесь есть режиссеры, могут мне подтвердить. нельзя соединять себя и с профессией, вот эти себя с профессией. Профессия, она профессия, а ты, ты. Если человек начинает, режиссер, объединять себя с профессией, например, приходит актриса. Ну что, она хорошенькая, она ему нравится, замечательная, да, все, да, ну и все, будет сниматься, вот хорошо. Так она нравится тебе, а она вовсе не подходит на ту или другую роль. Но это уже происходит объединение такого себя с профессией, я уже, и здесь уже все пошло. Мы же, уже знаем, что сейчас многие сериалы, почему мы не можем, знаете, говорят, зрители в шлепанцах, завариваешь чайку, смотришь, потом идешь, чаек выключаешь, наливаешь, сейчас приходишь, а ничего не произошло, как сидели за столом. Говорили о том, как он на работу пойдет. Ну я пойду, а ты пойдешь, я тоже пойду. А ты будешь чай пить? Буду. А ты сегодня умывался, умывался. И так далее, понимаете, ведь сериалы, вот я тоже, ну вынуждена, а как, хотя я отбираю, конечно, тщательно, но сниматься в сериалах, но пишут на коленках. Почему? Потому что, а как хочется узнать, чем закончилось, так еще не написано. Как не написано? Ну не написано. А вот завтра у нас съемка, сегодня ночью напишут. Подожди, и что там напишут совершенно? Кто пишет? Написана какая-то фамилия, но пишут студенты. Я об этом никогда не рассказывал, но вот сейчас прям вспомнил один эпизод из моей, ну можно сказать, юности. Мы с вами одного года рождения, но я помню, когда было время, я жил в городе Брянске, у нас был небольшой такой восьмиквартирный дом, ну тогда люди жили дружно, делились всем, даже еще были рядом бараки, и у нас появился телевизор, и в это время, когда вышел фильм «Уроки французского», не у всех еще были телевизоры, и к нам обычно в квартиру приходили, когда шел какой-то интересный фильм, и мой папа, простой рабочий человек, однажды увидел этот фильм «Уроки французского», и к соседям приехали родственники из деревни, которые никогда не видели телевизор, представляете, а это уже был какой там год? 78-й? 78-й год, да. 79-й. 79-й, ну фильм вышел чуть попозже, ну вот 80-й год, начало 80-х, его действительно не часто показывали, но мой папа, посмотрев его однажды, позвал, собрал там все, в квартиру все сели в этот день, и родственники, которые приехали из деревни, которые ни разу не видели телевизор, простые тоже рабочие люди, они весь фильм проплакали. И потом, когда уже, ну, я был, как бы, такой уже, довольно-таки взрослый человек, вот, они проплакали весь этот фильм, я потом поинтересовался, говорю, а что, вот какие-то, они говорят, это все про нашу жизнь. У нас тоже была такая учительница, она, конечно, не играла в чеку, но с учениками. Ну, вот такая же удивительная. Вот, понимаете, это такое попадание, конечно, удивительное. И роль Татьяны Александровны в этом фильме она для многих, я просто знаю, это факт, это очевидный факт, подтвержденный, как бы, официальными данными, что после этого фильма, уроки французского, ну, во-первых, увеличился поток студентов в педагинститутах, именно на иностранном языке. Спасибо, Саша. Вот жалко, что я этого не знала, когда я снялась в этой картине. Я ведь абсолютно после этой картины полтора года не снималась. Вот, и я, помню, шла, у меня в кармане было 47 копеек. Я вот это запомнила. Я думаю, так, я сейчас пойду что-нибудь. Тогда можно на 47 копеек что-то можно было купить. И я шла, уже было поздно, и магазин рыбный какой-то уже закрывался, я зашла в него, и, значит, увидела рыбные котлеты. И я говорю, а можно мне вот котлету? И четвертинку хлеба я купила котлетку, четвертинку хлеба. И еще спросила у нее, скажите, а котлеты свежие? Ну, мы всегда все спрашиваем, да. Бери, дочка, свежие, свежие. Она так, ну, завернула в такую желтую, знаете, бумагу раньше, что заворачивали. В общем, все, эту четвертинку хлеба, я думаю, иду, у меня чай есть. Я сейчас приду, согрею чай, и у меня будет еда. Я прихожу, значит, пошла чайник поставила, разворачиваю котлету, а она запресневелая. Вот просто запресневелая котлета. Вы знаете, вообще вот жизнь режьего человека, она действительно не очень проста, особенно когда ты пытаешься жить по совести, будем говорить, да, каким-то образом. И я тогда впервые заплакала. А мне было так жалко себя. Но я тогда, когда плакала, я не понимала, что мне жалко себя. Я просто плакала от обиды, что меня вот эта вот женщина, она мне в матери годилась. Вот так. Ну, с другой стороны, что? Четвертинка-то хлеба у меня была. И чай был. Представляете, я выпила чай с четвертинкой хлеба, а утром пошла на съемки. Поэтому я почему говорю, что как я не устаю и не устану повторять всем, и вам, и другим, и всем, надо говорить добрые слова при жизни. При жизни. Когда люди еще в силе, в строю, когда они еще здоровы, надо говорить добрые слова. Особенно, ну, всем людям, но особенно творческим людям, которые пытаются что-то делать, которые пытаются открыть перед зрителями душу. И в чем, конечно, большая трудность и проблема, вот, понимаете, распахивать душу. А кто туда и что войдет в эту душу, особенно из зрительного зала, не всегда понятно. Понимаете, надо быть очень здоровым. Прежде всего, здоровым человеком, чтобы служить этой профессией, и чтобы как-то, понимаете, перемолоть это в себе, и выйти полноценным, достойным, в общем, личностью, человеком, гражданином, как хотите. Кстати, нужно сказать, что в уроке французского снимал потрясающий, талантливый Владимир Нахапцев. И он снял картины «Мой нежный и ласковый зверь», он с Рязаном, он прекрасный, но вот, понимаете, невзлюбил он ее. Ну, вот бывает же, ну, не понравилось, ну, это, естественно, кому-то нравится. И он видел в этой роли Лею Архиджакова. Ну, вот он хотел, он с ней дружил. Он как-то, и он сказал, «Надо попробовать Лею Архиджаку». Она сюда подходит, она на деньги будет играть, это все. Ну, и когда ее не утвердили, Володя так, знаете, запустил немножко так. Вот. И стал снимать меня, хотя я в то время, меня хоть как сними, было все хорошо. Это уже с годами, ты думаешь, как тебе, это все. А тогда и стал снимать меня, знаете, так вот совсем невыгодно. А от оператора очень многое зависит, потому что оператор это вот лицо, ну, имеется, не лицо, а вот картинка. И Ташков это вдруг разузнал. Вот он это почувствовал, он увидел, он сказал, «Володя, а что это за планы? Это что?» И они, и он, насколько Ташков был корректный человек, такой тактичный, они всем сказали, что брак пленки. Брак пленки, надо переснять. Застой. Да. И вот картина, сцена, которая, когда он приходит с посылкой и говорит, что вот то-то, она говорит, а у нас яблоки бывают, а у нас то бывает, все то-то, понимаете, вот, значит, эта сцена была переснята. Вот. Ну, я так понимаю, что время уже у нас у всех подходит к концу. А вот родители ваши, когда вот вы стали такой знаменитой, они довольны были или хотели, чтобы вы все-таки были рядом с ними, жили, остались вы в городе? Подвела или подвела? Что? Дочь, что подвела? Подвела или подвела дочь, да. Ну, мне трудно сказать, но я думаю, что все-таки они, наверное, гордились меня, хотя они были очень строгие. Они никогда мне об этом не говорили, никогда не восторгались, никогда, может быть, они, когда меня нет, и там с соседями, и с кем-то, ну, им было приятно, что у них дочка артистка, а вот мне, так, чтобы сказать, ой, дочка, там то-то, то-то, ты там, никогда. Ну, так у нас как-то не было заведено, достаточно мы жили, ну, знаете, вообще волгоградцы, люди степные, они достаточно суровые, хотя мама моя из Белоруссии, она, они с папой в Петербурге, в Ленинграде познакомились, после войны уже, он сделал ей предложение, они приехали в Волгоград, и жили они очень тяжело, на самом деле, очень тяжело жили, становились на ноги, они приехали, вообще у них ничего не было, мама была наивная, папа ей предложил, Моросик, хочешь, Петербург, в Ленинграде останется, а хочешь, ко мне в Волгоград поедем, она подумала, говорит, ну, что, тот город-герой, этот город-герой, ну, поедем, и когда они приехали, они приехали в абсолютную степь, где не было ничего, вот, просто ничего, им дали какой-то участок, она что строить, денег не было, они жили в какой-то землянке, вот, папа был из деревни, там вообще, на Волгоградской области, и они сначала построили маленькую, какую-то хунюшечку, такую, где они, там, первый ребенок родился, потом уже дом построили, поэтому жили они очень тяжело, я говорю, люди очень специфические стихные, очень суровые, на самом деле, а суровые, я думаю, связаны с войной, конечно, война сделала свое дело с людьми, с поколениями, поэтому, ну, я действительно могла бы вам еще и почитать, и рассказать, но, наверное, мы будем заканчивать, и разрешите мне с листа почитать вам новое стихотворение, которое написала в заключение моя подруга, актриса, певица, Марина Ловышева-Гончук, она тоже выпускница в ГИКО, вот, и она выпустила свою книгу, и когда я открыла эту книгу, мне понравилось одно стихотворение, но это вот произошло буквально вот, и поэтому я почитаю его вам с листа. Шесть лет молчания, очень разных лет, и вот сегодня вдруг заговорила, и в стихотворный свой автопортрет я втисну все, что крыло и бескрыло, что, собственно, есть мир, который я люблю, а иногда, поникну, обвиняю, обид ни на кого не затаю, из них себе я радость выплавляю, глазами глажу все, душою льну ко всем, и тем, кто ненавидит, мол, влю, здравствуй, пусть даже при грозе от тебя я съем, а я в ответ, ну, здравствуй, мой зубастый, твоим крык, крык, клыкам не укусить любовь, не угрожая огнем и черной шерстью, не веришь ты и атакуешь вновь, а я свою вновь промурлычу песню, спи, мир, мой мир, ведь ты рожден со мной, так будь послушен, красоте похорен, изломанный, несчастный, милый мой, пусть мама молоком тебя покормит, но отогрейся, я тебя люблю, и на ночь расскажу, как прежде, сказку, как ты устал, озлоблен, и как лют, а я люблю тебя, мой мир прекрасный, ты хочешь умстить, а я люблю тебя, во сне кричишь, а я тебя поглажу, обидишь, но я прощу тебя, и разлюбить никто мне не прикажет, ты, наконец, устанешь, и уснешь, разгладятся глубокие морщины, о, Боже, до чего же ты хорош, как женщины прекрасны, и мужчины, я рук от рук не отниму твоих, с твоим солью свое биение сердца, как сладок, о, как сладок этот миг, ты снова в колыбельке, снова в детстве, а завтра мы попробуем ходить, и подберем пораненную кошку, из ложечки лекарства будем идти докарабкиваться понемножку, будь ты без рук, без ног, я разлюблю, без языка я клятва не нарушу, душой поймешь, что я тебя люблю, во сне увидишь любящую душу, я жестом объяснюсь, коль будешь глух, коль глух и свет, я мысленно признаюсь, и в океан морзянку я люблю, и в ледники я прокричу, пылаю, и ты поверишь, ибо так люблю, и так хочу, и так сама я верю, из рук моих зажженную свечу возьмешь и приоткроешь храм в дверь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ